Ёлки? Это он? Кто это такие? Так много собачек. Миша, Юми, уйдите оттуда. Убежали дети. Бежать, бежать. И копает, и копает. Миша пошла к вороне. Интересно, кто-нибудь за мной сможет подняться? На такую высотищу. Шлеп, 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 шлеп. Прощаемся с морем, да? Такой зарюженький. Подписчик 24 часа проводит с моими собаками. Доведет ли он сейчас нас до дома? Все семейство, все четверо у меня на поводках. И сейчас мы будем засаживаться в машину. Вот этой всей толкой. Машину перед поездкой наконец-то помыли. Чистенькая, красивая. Сейчас будем засаживаться. Запрыгивать ребятам нельзя. Потому что тут я гамак расстелила. Ну что ж, привет. Я Анимеджик, и со мной 4 моих песика. Киса, Алиса и малюсенькие питомцы остались ждать нас дома под присмотром. А в этом влоге все мои собаки. И впервые все вместе увидят Финский залив. Это Балтийское море. А совсем скоро мы отправимся в путешествие на месяц в Крым. Если хочешь, чтобы я снимала оттуда наши влоги всю дорогу, ставь лайк. Соберем на этом видео 100 тысяч лайков, и тогда я буду показывать весь наш путь каждый день. И напиши в комментариях, как мы назовем наше путешествие. Может, Мэджик Тур? Самые интересные идеи попадут в видео. И, конечно же, подписывайтесь, ведь на 3 миллиона у нас появится новый питомец. В этом голубом рюкзачке у меня вещички для собачек, салфеточки, там всякие поводочки, в общем, таблетки для Ивана. Первый раз мы все вместе едем в большое путешествие. Именно с четырьмя собаками. Не там из нашей деревни в Москву, а реально в другой город. Они едут все вместе впервые в жизни на долгий срок, еще и на машине. Погнали! Зная, какой ждет нас долгий путь, все воспринимается совсем иначе. Софишка еще вот вечно вот здесь вот, когда сидим. Вот так все вылазят и смотрят. Ааа, не только София, оказывается. Так это прикольно. Мы едем в Санкт-Петербург, в Питер на машине. Это 8 часов пути по навигатору. Сейчас на платной дороге. Вот здесь вот зелененькие, это транспондеры. Такие штучки, которые ты проезжаешь, пикает и денежка снимается сама с карточки. А вот здесь билеты. Пока не знаем, сколько стоит. Потом будем, когда, видимо, его предъявлять, уже будем платить. Это что, горит что-то? Фура горит? Или это пыль? Вот тут можно заплатить наличными и картой. Там опять транспондеры. Сейчас оплатим, посмотрим, сколько стоил путь. 960 рублей, почти 1000 за 100 километров дороги. Дороговато, конечно, но можно ехать по бесплатной. Едем уже 2,5 часа. Одну платную дорогу вот мы проехали. Сейчас мы могли поехать по бесплатной трассе, но поехали по платной дороге тоже. Вот взяли еще один билетик. Большую часть пути дети спят. Вот Юми сидит, все остальные спят. Мишка вообще всю дорогу спят. Сейчас наденем поводочки, потому что тут все-таки трасса, дорога, небезопасно. И прогуляемся. 4 часа в пути все-таки. Видимо, какая-то тут другая собачка была. Сами в туалет не ходят, только вынюхивают там что-то. Ну что там такое? Что там такое? Что там вы вынюхиваете, а? Вот, Софиша решила отметиться. Вот так вот она раскидывает, распространяет, территорию занимает. Если не знаете, для чего собака, кстати, сделает, такой вот интересный факт будет. Для чего собаки так делают? На самом деле все думают, что собаки закапывают, кошки же закапывают. Все думают, что собаки тоже так пытаются закопать. Нет. На самом деле она сходила в туалет, и вот, чтобы не вот эту вот маленькую территорию занять, а больше территории, собака это свое место начинает раскидывать, чтобы ее запах занял как можно больше пространства, соответственно, больше территории. Это завоевание территории. А Ивасик вот опять кашляет, покашливает немножко. А вот Юмичу, из-за того, что она такой попрыгун, она сейчас сможет залезть, запрыгнуть туда. Юмичу, заходи, заходи. Она сейчас вот так вот просто вообще. Ай, попрыгун. Заехали на заправочку, заправить машину и кое-что купить. Мы, кстати, вот так плотно позавтракали, что в итоге еще до сих пор не ели по пути по дороге, несмотря на то, что человек, который все время жует, даже странно. Еще один чек поездки, 4 тысячи рублей, это бензин, два кофе, латте-американа, водичка попить, мороженка и конфетки вот такие сосалочки. Вот чуть-чуть, не было нас чуть-чуть, и эти уже все за окном вот там вот сидят в машине. Вылезли вот сюда и из гамака, и торчат тут, гавкают, охраняют, да? Да, Юмичу? Ну-ка, ну-ка, быстро к себе. Что-то такое происходит, давай бегом к себе. Вот все, чистейшая машина была, теперь все в шерсти, все в грязи. У меня тут моя сумочка ВВФ, шоппер, охраним природу вместе, в ней продуктики с собой. Все-таки решили небольшой перекус устроить, вот у нас тут чайбатка, хлебушек, чайчики, сырок, огурчики и сосисочки. Это уже заправка для электромобилей, прикол, на обычной заправке заправка для электромобилей уже, для тех, которые не на бензине ездят. Мороженое Юникорнета, единорог. Смотрите, какого цвета прикольно. За все это время ребята прям чувствуют, мне кажется, себя нормально, потому что они спят, никто не нервничает, никого не рвет, простите, не укачивает. В общем, все хорошо. Мы же много ездим хотя бы просто из дома в Москву, из Москвы домой, это тоже достаточно большое время, и собаки просто привыкают. Это я к тому, что если вы хотите, чтобы вот так с вами ваши питомцы путешествовали, с самого детства старайтесь приучать их ездить с вами везде, и тогда им не будет дискомфортно. Потому что если собака никогда никуда не ездила и во взрослом возрасте куда-то поедет, это будет скорее стресс для нее. Так как Эйвен и Софи были щеночками маленькими и ездили в машине с детства, с ними нормально все, они нормально переносили поездки, а Миша с Юми, они первое время даже их рвало, то есть им было плохо в машине, их укачивало очень. И я приучала их, у меня даже ролик был про это. И сейчас вот, пожалуйста, едут собаки нормально спят. Дождик прошел, навигатор пишет, что нам до Питера чуть-чуть совсем осталось, 19-15, мы типа туда приедем через час. Нормально по жизни двигаемся, двигаемся по жизни нормально. Есть Московская область, и мы говорим часто про ближайшие городки к Москве, Подмосковье. Вот есть Петербург, есть Ленинградская область. Как говорят про районы, которые находятся под Питером? Под Питерье. Сейчас друзья написали, что в Питере снег пошел, при том, что вот мы едем сейчас, такая погода, а там снег пошел. А нам всего до Питера 35 километров, посмотрите, как будто смерч в американском фильме, просто как он-то. Как будто нас сейчас унесет с коровами вместе. Как волшебники страны ООС, с девочкой Эли, с собачкой, с татушкой, помните, кто-нибудь читал вообще такое? Все спят, одна Юмичи что-то засуетилась, когда мы подъехали. Оплате, пункту оплаты. 1380 рублей, еще одна, еще одна часть пути. Пошел просто какой-то град со снегом, дождь, не знаю что, в общем, даже сразу резко стемнело как будто. Ребята из Питера, как называется этот мост? Я не могу в интернете найти почему-то его. Мы заплатили еще 200 рублей, тоже это какая-то платная трасса, непонятно, то ли мы на нее заехали, то ли мы просто заплатили за въезд. Детей уже монстриков могу снимать только со вспышкой, уже темно. Эйвен спит, Софиша тоже там, но не спит все-таки, Юмичу, зевает. Мишка, да, все, все начинают потихонечку подниматься. Как красиво! Приехали! Питерский котик, питерский котик. 700 с лишним километров, 8 часов мы примерно ехали. Пупсики, пупсики, такие вообще четыре собаки у меня просто. Мы пошли вечером гулять, и дети гуляют на поводочках не со мной. Их все введут, смотрите. Ай, так прикольно! Я только Юмичу виду, потому что она не хочет ни с кем идти. Блин, я не успела снять, как он лежит животом прям. Прям подошел такой и лег прям сразу, чтобы не нападал, и София ему такая хрюкнула, и он лег. Центр Питера, 8.30 утра, офигенная погода, солнце. Наши друзья живут прямо в центре, и это очень круто, что это прям такие старинные здания, особняки. Сейчас я пошла с Мишей и Юмичу прогуляться на улицу, потому что они первые захотели в туалет. С одной стороны, жить в центре, это очень круто. Я всегда мечтала на квартиру в центре Москвы, когда жила в Москве. Но единственный, наверное, главный минус в том, что с собаками очень сложно найти в центре место для прогулок. То есть в основном везде здесь камень, бетон, очень мало травы, зелени, собачьих площадок. А еще очень интересный момент, это то, что выйдя в центр Москвы утром, ты найдешь огромное количество кафешек и кофе. Вот, то есть я сейчас нахожусь в Питере в центре утром, и я не вижу вообще ни одного места, где можно взять кофе. Можете себе представить, что на один этаж одна квартира. Три квартиры в подъезде. Нормально? Как вы помните, когда я гуляю парами, я обычно по-другому распределяю собак. Я гуляю с Юми и Эйвоном, и Мишей и Софией, но после того, как я отставляла собак Докситру, если вы смотрели этот ролик, что у меня с голосом? Докситру! В общем, она распределяла пары так. Эйвон, София, как сейчас у меня распределены, и Миша с Юми Чу. И знаете, я раньше думала, что разница будет большая, а господи, как красиво. На самом деле, очень удобно, и ребята комфортно себя чувствуют в таких парах. Офигеть! Посмотрите, какая красота! Уже третий кот за утро. Такой лопастый. Сейчас будем кормить чаек. Овсяная каша, сухари, чтобы ее скрепить с малым количеством воды, потому что чаек на самом деле хлебом кормить нельзя. Когда я была в Шотландии, мы кормили на берегу чаек, и какой-то дядечка подошел и сказал, что их нельзя кормить хлебом, мы ему батон давали. И выяснилось вообще, я потом стала читать, изучать, что птиц нельзя кормить хлебом. Это очень опасно для них и вред, вы можете почитать, почему. Поэтому не делайте так. Нужна определенная пища. Ладин! 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 Смотри, кто это? Это чайки! Юя, кто это? Это чайки! Юя такая, что происходит? Поплыла! Потому что вода! Смотри, чайки! Юя, смотри! Голубь прям наглый! Прям пришел, прям здесь сидит, в отличие от чаек. Такой наглый, ест прям тут. Юми, чу, знакомиться с песиком! Чайки неинтересны, интересны песики. А мы сегодня попытались попасть с утра в Новую Голландию, но туда, оказывается, с собаками нельзя. Вход распрещен. С собаками не разрешают гулять. Кто это такие? Нет. Так много собачек. Прям так много собак тут. Это девочка. Девочка! Привет! А мы тоже девочка. Ну, поздоровайся. Видишь, какая хорошая? Не нравится. А ты? Актёр? Ух ты, какой классный! А это кто? Бордер Колли? Да. Папородик. Ух ты! Animal Art. Питомник по подготовке животных к съёмкам. Прикольно! Интересно, снимался где-нибудь? А он уже снимался где-нибудь? Да, если ёлки, смотри. Ёлки? Это он? Он и внук той собаки, которая снималась. Ёлку. Внук собаки, которая снималась. Кино снимает, и тут прям свет светит вот на окно. Видите? Такой специальный экран со светом. Тут вот какая-то машина с чёрными шторами. Киностудия Ленфильм. Съёмочная группа. Транспорт съёмочной группы. А вы кино снимаете, да? А что за фильм? Секрет. Секрет? Мы могли бы стать свидетелями съёмок какого-то фильма, о котором мы ещё не знаем, но никто не признаётся, что за фильм. Мы к кафе зашли, смотрите, здесь есть. Соблюдать тишину с 20 до 28. Не какайте, музыку не слушайте и не разговаривайте. Какой собак красивый. Нет, у неё голубой глазик. А у вас волосы тоже голубые. Всё так прикольно. Зелёные. Ой, красавчик. Какой хороший. Сделайте так, чтобы я была красива. Настоящая питерская шаверма. Я никогда в Питере не пробовала шаверму. Вкусно. Кто-то ёлку вынес. В середине апреля. Да, могла бы достоять. И мы со всеми четырьмя моими собаками едем на Финский залив. Финский залив. Это залив, который находится в Балтийском море. Мы о море, ребята. Балтийское море обмывает Эстонию, Финляндию, ну и Санкт-Петербург, Россию. Ну, короче, по сути, сегодня Юмичу один раз в жизни видела море. Один раз. Эйвенс офижили на море, а Миша море не видела ни разу. То есть сегодня Миша впервые увидит море. Сколько чаек много. Капец. Или это вороны? Или чайки? Они прямо ловят. Смотри. Смотри. Блин, техника какая-то тут работает, ребята. Мы приехали на Финский залив с тусиками. Мы на пляже. Мне кажется, Миша даже песок впервые в жизни видит. Тут пляжный песок такой. Несмотря на то, что в Питере хорошая теплая погода, мы надели все равно кукольяки, потому что холодно здесь на берегу. Юми залезла в воду. Юми, выходи. Смотрите, какие льдины огромные. Вон там вот такие прям льдины, а под ними уже вода. Потихоньку лед начинает сходить, и море открывается. Юми, что только что туда побежала в воду? Так, прикольно. Мы на Балтийском море. Замерзем, правда. Дети гуляют по пляжу. Юмичу там что-то побежала куда-то, там что-то нашла. Смотрите, какие льды, реально. И какая бесконечность. Бесконечная даль. Красотища. Побежали, побежали. Юмичу, иди ко мне. Иди ко мне, у тебя есть собака. А ты моя собака, а ты такая собака. А ты такую собака поснимай. Смотри, как Юмичу в песке. Нравится, нравится. Жопа в песке, жопа в песке, жопа в песке. А ты такая собака. Юми, смотри. Софи, смотри. Ай, палочка. Ай, молодец. Давай, Юми. Софи, ай, молодец. Давай, смотри. Смотрите Лови Ай, молодец, почти поймала Давай, лови Почти поймала Смотрите, а с этой стороны Вот такой вот лес Шикарный Раз, и море И Юмичу Закапывает там что-то, раскапывает И бегают, носятся дети Ай, я вышла прям на лед И вышла прям на лед Миша, Юми Миша, Юми, уйдите оттуда Ну-ка, бегом сюда Миша, давай на берег Сейчас провалишься в эту яму Давай на берег Прям в море, посмотрите, уходит Как красиво Так И как мы преодолеем это Давайте, давайте, давайте Давай, давай Юми вот сейчас может перепрыгнуть Юмичу, давай, 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 не бойся Давай, конечно Давай Софи прекрасно себя чувствует, по-моему Переходя реку вообще Нормально Последний солдат, давай ждем тебя Миша сейчас как танк просто по воде пойдет Вот я знаю прям Да, вот так вот Ну Миша носить никто не будет Давай Вот молодец Убежали дети В камнях что-то ковыряют А там ворона сидит Надо бежать, бежать Какой кадр просто невероятный Да что же это такое? Космос какой Юми, иди сюда Смотри Юми, вода Да, да, уже вода Уже вода, покемон, смотри Холодненькая У детей одно развлечение Они вот находят какие-то палки, ковырялки И ходят и письют тут и письют Перемечают других собак Туда-сюда, туда-сюда Один за другим Посмотрите на то, что происходит Ну что вот это такое? Что это такое, а? Что? Ой, господи Юми, как трактор такая идет И переживает, и переживает, и переживает На самом деле завоевывает территорию бесконечно Она уже от камня вот оттуда все идет, и идет И копает, и копает Вот в развлечении там Вместо того, чтобы на море любоваться, да, скажите? А Эйвен, Софи ходят, там камни перемечают Ой, да, приехали на море Сейчас Софи то же самое еще будет делать О, перепрыгнула Софи, давай, прыгай Да куда ж ты прешь-то, а? Давай, Миша Доска объявлений Я называю эти места Когда собаки Есть такие столбы Или места, куда собаки другие писают И все остальные тоже подходят Такие понюхать, проверить Отметиться, да, Юмичу? Доска объявлений Оставили все свое объявление Пошли дальше Ну хочет ребенок туда в снег идти на льды Вот молодец Вот Миша умница Антарктида Северный полюс Короче, там дом А в этом доме собаки И они прыгают на забор И забор аж трясется Видите? Они прыгают, долбятся сюда Потому что вы слышали Как здесь тоже кто-то ходит Собаки лают И они прям ударяются Об этот пластик Видите, какие они огромные там Посмотрите, как они прыгают Высоко, жесть Да, мне кажется, это самоеды Просто Видите, как они там прыгают Они бегут, видят там И прыгают, прыгают, прыгают Да, капец Миша пошла к вороне Миша такая Че это такое? Кто это такой? Может не сожрать? Ворона Смотрите, какая тут штука На нее можно подняться По этой горке Интересно, кто-нибудь за мной Сможет подняться? Идите сюда Мелкота такая там Иди ко мне Ай, молодец Ай, моя умная собака Вот умница Кто вы, покемон? Пошли, смотри Она дальше идет Пошли, вошли, вошли Юмичу, пойдем Пойдем, пойдем Все Пошли, пошли, Юмичу Давай, давай Спускайся, молодец Умница Давай, пойдем Никто не осмелился больше Только Юмичу Давай, покемон Только покемон осмелился Залезть со мной На такую высотищу Пошли Пошли, Юми Пойдем Давай Давай, давай, давай Молодец Умница Такая умница Все засали Только Юми не испугалась Да? Юмичу Пойдем Давай Вот здесь проходи Давай, давай, давай Давай вот здесь Вот здесь Юмичу Ну ладно, иди По моим следам пошла Давай Вот молодец Как перебраться туда Ай, по воде Дурачок Ай, Юми Сместе с ним Кусок земли отвалился Так, а я попробую Вот так Софиша, Миша Давайте Давайте, давайте Ну все, короче Никто прыгать не решился С камнем Просто по воде Шлеп, шлеп, шлеп Шлеп, шлеп, шлеп Погодка, солнце Лето, красота Миша нашла друзей Миша, пошли Прощаемся с морем Да Все, надели поводочки Уже ближе к выходу Потому что тут берег, люди, машины, дорога Нагулялись, набегались В туалет находились Но сейчас даже уже никто в туалет не хочет Все стремятся домой Тем более нам пора уже ужинать Сейчас покушаем Уже почти восемь вечера И будем отдыхать Это у нас стол Доска объявлений Еще одна питерская Эйвен ее нашел Обнаружил Теперь постоянно тут Оставляет свои письма Смотрите, как в Питере Заботятся о котиках Нарисованы котики И написано Водители, будьте осторожны Смотрите, ребят Мы приучаем собак к детям Держи Дай ему сыра Эйвен Только ты сначала дай ему понюхать Чтобы он понял, что это Ива, сиди Вот, София уже хочет София уже хочет кусочек сыра Ей ему давать? Да-да-да, давай Вот, видите, какая хорошая Марфа Она вам сыр дает Да Держи Всем дай по чуть-чуть Только смотри, а то Юми Юми все у тебя сожрет Давай вот так вот, да Вот так, молодец Софиши дай тоже Вот, молодцы Никто не гавкает Все Марфу любят Юми просит Просто когда-то очень давно Когда Эйвен был маленьким Может быть, я на канале Рассказывала эту историю Маленький мальчик Его напугал И с тех пор И София с ним тоже была И с тех пор Они не очень любят детей Миша с Юми нормально относятся А вот Эйвен и София такие Прям Поэтому мы приманили их сыром Дали Марфе сыр И вроде как сейчас все нормально Никто особо не психует Это кошачий приют Прям напротив Новой Голландии Смотрите, тут прикол в том Что кошки прямо в окне сидят Прям на подоконниках Прям их видно Вот это похоже на нашего соседского Кота Мурзика Он к нам бегает И так уже разжирел Наверное, 5 килограмм весит Я как-то им помогала К прошлый приезд в Питер Приносила им подарочки Она охотится за уткой Она плывет прям за ней И нападает на нее Реально нападает Ей пофиг на еду Она на уток охотится Каннибал Кто это такой малыш? Да А сколько ему? 4 месяца Малыш совсем Смотри, какая компания Компаж, компаж Это вообще Такой горючий Такой хорошенький Алиса, привет Ты не любишь Когда я вызываю Так что Привет Я тебя передаю Попередала привет Алисе Вот, видишь, как сложно Давай С четырьмя собаками Так гулять Вот вы спрашиваете все время Как это с четырьмя собаками Вот смотрите Сложно Сложно, да Как вы смотрите на то Чтобы снять видео Не обязательно сейчас Не обязательно с Марфой А вообще просто Такой прикольный Подписчик 24 часа проводит Своими собаками Он должен сам все делать Ухаживать, кормить Мне кажется, классная идея Если да То ставьте лайк Пишите в комментариях Кто хочет попробовать Мы ходили за переноской Вот такой вот Для крыс А что ты с ней будешь делать? Куда ты их будешь носить? На выставку На выставку? Серьезно? На выставку Крутяк И на улицу можно их носить Переносочки гулять Ну да Классно Мы решили проверить За несколько дней Эйвон уже выучил маршрут И доведет ли он Сейчас нас до дома Мы сказали им Иди домой А то он идет впервые Нас всех Все остальные Домой, домой А? Повернул налево, да? Главное не иди вперед Не показывай ему путь Чтобы он сам шел Видишь, он нюхает Дадим ему понять Куда он пойдет Куда он пойдет Не подсказывай Так, пошел Прямо, чтобы до подъезда Нас довел Он, видишь, он нюхает И воздух И асфальт Периодически проверяет Давай, давай, давай Иди, иди Иди, Иван Иди, давай, давай Мы уже на самом деле близко Вот поймет он сейчас Что надо через дорогу перейти Смотри Ну ладно Тихо, тихо К двери он нас подведет Пусть, пусть, пусть Домой, домой И Вась Где? Где дом? Что? Все, пришли мы? Пришли Ложку дать довел Довел А еще Марфа кушает Специально из пластиковых С пластиковой ложкой Вилкой Потому что не любит железо Прикол Да? Да А у тебя Ты их прям с собой носишь, да? Ну да Ну это обычно А так Некоторые сразу Заготавливают Знают, что я приеду Ну, ничего себе Давай Глебу передадим Привет Это ее брат Глеб, извини, что Мы тебя не взяли И скрывали от тебя Это все Глеб, ты мой брат Ну мы встретились с Саней Короче Они тебе тоже привет придут Ну мы скрывали не специально Я-то вообще не знала А потому что Глеб сейчас в школе, да? Или в садике? В садике В садике, поэтому Мне так нравится есть Вот устал ты Или еще что-нибудь Взял такой собакатик И поехал Прикольно Я даже думаю Может кого-нибудь из собак Можно посадить Вот так сюда С Афиши, например С Афиши Может подержаться Мы уже на трассе Питер-Москва Надеюсь Та мечта Моя идея Которая произойдет Уже буквально через пару недель Мы отправимся В еще большее Гигантское Долгое путешествие Сбудется Ребята, мне кажется Были довольны Нашими путешествиями Надеюсь Вы тоже Ставьте лайк Пишите свои комментарии Переходите по ссылочкам Под видео И увидимся Скоро В новых эпичных роликах Еще круче, чем это Пока Субтитры сделал DimaTorzok